Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия добра» из цикла «Путь паломников». И сегодняшняя наша передача посвящена социальному служению православного воинства, казачества. 24 января 1919 года вышел указ за подписью Свердлова о расказачивании. Эта директива положила начало геноциду казачества. И предысторией ее были слова Троцкого. Казачество – это единственная часть русского народа, способная к самоорганизации. Поэтому они должны быть уничтожены поголовно. Те скорбные времена позади, и сегодня в России возрождаются славные традиции наших предков. В 1993 году было восстановлено и Волжское войсковое казачье общество. Вот тот удар, который понесло казачество в годы лихолетия, был сравним только с ударом, который был нанесен по нашей православной церкви. И буквально недавно мы отмечали трагическую дату – 95 лет с момента начала расказачивания. На сегодняшний день Волжское войсковое казачье общество – это структура, объединяющая 14 субъектов федерации. В основном в рамках Приволжского федерального округа. Структура простая. Первичные казачьи общества, такие как хуторские, станичные, городские, формируют и входят в состав окружных отдельских казачьих обществ. Окружные отдельские формируют и входят в состав Волжского войскового казачьего общества. На территории Самарской области на сегодняшний день действует более 30 первичных казачьих обществ. Православие испокон веков служило духовным стержнем казачества, а казаки были верными защитниками православной церкви. Возрождение этой связи сегодня очень важно. Казаки всегда были верными и преданными служителями русскими. И почему даже сейчас им разрешается входить с холодным оружием в храм и в момент чтения Священного Писания клинок шашки оголяется на одну треть для того, чтобы никто не мог помешать дочитать это Евангелие. Это на Руси всегда было одной из самых мощных и сильных таких патриотических движений казачества. Потому что казачество считалось православным воинством и всегда служило российскому государству, служило верой православной. И поэтому и сейчас возрождается вот это тесное взаимодействие между казачеством, как православным воинством, и между православной церковью. Новый период восстановления всероссийского казачества начался тогда, когда Святейший Патриарх Кирилл взял его под свое крыло, под свое особое водительство. Во-первых, конечно же, был создан Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, который возглавляет митрополит Кирилл Ставропольский-Невиномысский, где и формируется вот то духовное мировоззрение для координации действий нашего казачества, для того, чтобы помогать методическим образом и духовникам окормлять казачество наше. Потому что именно с этого момента, с 2010 года действует и преображает наше казачество, призывая его к внутреннему преображению, лозунг «Казак без веры не казак». Духовники, которые сейчас трудятся на Неве Христовой, просвещая казаков, всегда напоминают им этот лозунг. Для того, чтобы дух, которым раньше владело наше казачество, дух веры православной, пребывал и в нынешних представителях. Важно, что ни одно мероприятие, ни один казачий круг не проходит без благословения священника, без молитвы. Господу помойся, Господи помилуй. В свое время в казачество прошло много людей, далеких от церкви, и нам приходится вести вот эту работу катехизаторскую, привлекать их к тому, чтобы казаки не только участвовали в охране храмов и каких-то церковных праздников, мероприятий, но и приходили на службу, исповедовались, причащались, участвовали в церковной жизни. Вот это задача казачьих духовников, хаторских, станичных, ну и, конечно, меня как окружного священника по Самарской области. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий не только координирует, но и сам участвует в возрождении, в оцерковлении казачества. Он вникает во все стороны казачьей жизни, призывая к правильным, мудрым решениям. Поэтому у казаков есть на кого положиться, и, слава Богу, у кого взять благословение. Мы надеемся, что с помощью Божией, молитвами и святейшего патриарха Кирилла, и нашего митрополита Сергия Самарского и Сызранского, Господь сподобит нас в полной мере воцерковить наше православное казачество, наших дорогих казаков, жен и детей, чтобы они действительно стали тем достойным оплотом, тем потенциалом нашей православной веры, который мог бы защищать и охранять устои нашей церкви. Самым значимым праздником для лорского казачьего общества является 6 мая, день Георгия Победоносца. И из года в год казаки собираются в войсковом храме и начинают этот праздничный день с участия в службе. Создатели, благотворители, благоуспросители, жертвователи и строители святого храма сего, да поменец Господь Бог в отца в Христе Своем, всегда на них прийти, и во веки берегу. Вас и всех православных христиан, да поменец Господь Бог в отца в Христе Своем, всегда на них прийти, и во веки берегу. Святой Победоносец и великомученик Георгий, его имя связано с победой, потому что именно он одержал победу над неверием, слабостью человеческой, и стал правозащитником и правозвестником православной веры. И вот так случилось, по милости Божией, что покровителем волжского казачьего воскового общества и является святой великомученик и Победоносец Георгий. Вот именно как символ победы добра над злом он и изображен на хавругвих и знаменах нашего казачьего волжского войска. Как отметил Святейший Патриарх в своем слове в День Православного Казака 1 сентября 2010 года, казачество – это единственный род войск, в котором служение Православной Церкви и защита ее устоев отмечено в войсковом уставе. Это документ, который помогает казакам преображаться и совершенствоваться. Для того, чтобы нам понять, что такое устав, нужно знать, в первую очередь, кто такой казак. Это не этнос, даже не культурная группа какая-то, а казак – есть образ жизни. Как бы два крыла у настоящего казака должны совместно трудиться. Одно крыло – это православная вера, а другое крыло – это беззаветная любовь к своему Отечеству. В этом уставе отражены основные пять принципов бытия казачества. В первую очередь, конечно, что все казаки, естественно, должны быть крещенными в православной вере. Должны жить, обязательно должны жить в венчанном браке. В этом браке должны быть крещенными в православной вере детки. Казаки должны обязательно исповедоваться, причащаться к святых тайн христовых и посещать воскресные богослужения. Потому что именно все эти пять принципов формируют в сердце казака, как у любого православного христианина, внутреннюю духовную силу, которую он реализует для достижения самой высшей цели – спасения своей бессмертной души. ПЕСНЯ Сфера деятельности казаков обширна. В соответствии с законом о государственной службе российского казачества казаки приняли на себя обязательство понесения государственной иной службы в сфере охраны общественного порядка, в сфере природоохраны, экологии. Ну, там порядка 15 видов службы. С 2012 года добровольные пожарные команды Самарской губернии формируются с участием казачьих обществ. Казаки вместе с другими добровольцами выезжают на пожары, спасая жизни людей и материальные ценности государства и частных лиц. В течение прошлого года наши подразделения участвовали в таких серьезных пожарах, это как ликвидация пожаров на складе боеприпасов. Это Борский район. Значит, у нас добровольцы с трех пожарных ДПК представлены государственным наградом за отвагу на пожаре. В течение текущего года у нас уже добровольцы, это Хворостянского района, село, сельское поселение Романовка, доброволец один сумел локализовать пожар в одном жилом доме и затушить пожар рядом находящегося здания. При этом он спас женщину с ребенком. Также этот доброволец уже представлен к награде, на который он уже в ближайшее время заслуженно получен. Ведется и природоохранная деятельность. Занимаемся охраной природы, охраной лесов и часто выезжаем на такие мероприятия, особенно в заслушливое время. Вот сейчас погода очень сухая будет, и мы будем выезжать по всем направлениям, лесные массивы, смотреть, чтобы не жгли костры, не приведи, Господи, чтобы леса не возгорались. Казаки участвуют в охране общественного порядка мероприятий любого ранга, начиная от районных, областных и заканчивая теми, что имеют общегосударственное значение. На сегодняшний день казачество – это не те люди, которые на какой-то неведомой машине времени перелетели из прошлых веков или до революционного периода. Это люди, которые воспитывались в том же обществе, что и мы с вами, в тех же учебных заведениях, в той же России, но которым не безразличны, как история своих предков, история государства российского в целом. И на сегодняшний день участвуем, как правило, во всех мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации в целом. В этом году, 9 мая, впервые на территории Самарской области казаки приняли участие в Параде Победы на площади имени Куйбышева. Понимая большую значимость единения православных людей, казаки сегодня проводят крестные ходы. И в наше время, вот сейчас, когда идет информационная война, мы, вот казаки, выбрали такое духовное оружие. Крестный ход и молитвы идем для того, чтобы наш народ вспомнил, что он великий русский народ, с великой историей, что у нас вся история тесно связана с православием. И когда мы живем с Богом и по Его правилам, то у нас идет развитие, и наша страна процветает. Когда люди охладели в вере, у нас, казалось бы, сейчас при всех возможностях идет какое-то опустение наших деревень, городов. На это есть русская пословица. Не стоит город без праздника, а село без молитника. Если люди не молятся, наша земля пустеет. Субтитры создавал DimaTorzok Существует три крестных хода, которые идут непрерывно, вот с этого года. Это с Табынской иконой Божьей Матери, с Избавительницей от бед, Ташлинской, с Северской иконой Божьей Матери, которая сейчас идет по Бодмосковью, и еще с Троиручницей, которая идет по Сербии. Кроме того, в прошлом году произошло знаменательное событие. Казаки, по большей части, волжские, но были там и Оренбургские, и Донские, и Кубанские, прошли крестным ходом на гору Афон. Обычно с Афона все святыни везут, а вот казаки умудрились на Афон три иконы привезти. Конечно, были всякие искушения, все-таки три большущих иконы провезти самолетом через таможни, через аэропорты других стран. Но, слава Богу, все произошло. На гору подняли Табынскую икону Божьей Матери, на самую гору, на самую вершину. Не каждый человек может туда подняться просто, на легке. А это с большой иконой, кто самарские жители знают. Продолжаются крестные ходы, идет непрерывная молитва и непрестанное общение с православными всего мира. Мы заходим не только в населенные пункты с иконой крестными ходами, но и в места лишения свободы, в учебные заведения, в военные части, погранзаставы. Мы читаем лекции студентам, рассказываем о положении дел, призываем к тому, чтобы жили все благочестиво, сохраняли свои семьи, приумножали свои семьи, чтобы было благочестие. Потому что любая страна у нас состоит из семьи, а семьи не может быть по одной простой причине, если родители не ходят в церковь, не исполняют заповеди Божьи, не воспитывают детей в православной вере. В современном мире сбились ценностные ориентиры, и казаки пытаются собственным примером с Божьей помощью это исправлять. Почему произошло все события на Украине? По одной простой причине, что потеряли молодежь, не велось духовного и радостного воспитания, раскол в церкви, масса сектантов. Если вот разговаривать с казаки, вот говорят, что происходит на Украине, они говорят, что выходит человек на площади и видит пять церквей. В какую идти, он не знает. Вот это страшное дело. И чтобы вот этого не произошло у нас в России, и оно не произойдет, если мы будем с Богом. Если наша молодежь будет ходить в храмы, соблюдать заповеди Божьи, то будет все, слава Богу. Православный человек – это патриот. Это патриот, это патриот своей Родины. Это хороший отец, это хороший воин. Защитник Отечества. Воспитание патриотов, защитников – одно из самых главных направлений в деятельности казаков. Казачье общество на местах, на территории всей Самарской области особое внимание уделяет духовному нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Повсеместно на базе общеобразовательных учреждений созданы казачьи кадетские классы, где по линии док образования офицеры, воспитатели из числа казаков, первичных казачьих обществ, значит, соответствующие дисциплины им преподают. Так, географически сложилось, что одна из самых крупных в Самарском окружном казачьем обществе станиц – Красноглинская – расположена в зеленой зоне. Поэтому здесь есть возможность для работы с молодежью, в частности, в конно-спортивном клубе «Легион». Основу конной подготовки познают не только взрослые казаки, но и кадеты. Ребята принимают участие в соревнованиях, в том числе и высокого ранга, возвращаются с медалями и кубками. Кроме того, традиционно в июле организуется военно-полевой выезд к Христо-Рождественскому храму. Это около Царева кургана. Вот у нас там палаточный лагерь. И проводим там полевые сборы. Планированы в этом году. Участие 25-30 детей. Будут проходить там полностью всю подготовку. Начиная от метания ножа, заканчивая основой конной подготовки. В конце этого мероприятия будут проведены соревнования, ну, где-то в масштабе зорницы, примерно. Там будет и стрельба, и метание ножей. И, значит, будут показывать основу конной подготовки, то есть в рамках соревнований, как соревнования. И полоса препятствий, и ориентирование на местности, и так далее, и так далее. Ну, все время, 12 дней, две недели ребята будут ходить на службу в храм. Благо дело, рядом, рядом Христо-Рождественский храм находится. Вот, купаться в купеле в святом источнике. Работа эта идет совместно с окормляющим станицу священником отцом Павлом Гончаровым. Казак должен, должен обязательно быть православным. И прививаем мы и ребятишкам это, значит, обязательно ребята с нами ходят и на службы. Приходит к нам и батюшка. Кроме окормляющих нашего священника, у нас сейчас это разрешено, у нас есть священники-казаки. В нашей станице только три священника. Отец Сергий Нестеров из епархии, значит, отец Сергий Гусельников, которых окормляет Самарско-окружного казачьего общества, они являются казаками станицы Красноглинской. За что мы им очень благодарны. Потому что они работают с нашими казаками. И проще и мне. Есть кому обратиться. Поэтому работу ведем сообща и вместе. Принято решение здесь, в Самаре, организовать детский казачий корпус. Поэтому сейчас уже избрано место под его совершение. И я надеюсь, что в ближайшее время наши детки, кто хочет посвятить свою жизнь казачеству, будут учиться в этом корпусе. И это станет еще одним способом растить достойную смену. А пока среди казаков есть истинные православные воины, преданные Господу и своей Родине, можно быть спокойными за будущее казачества, православия и нашего государства. Казак, становясь казаком, присягает на кресте Евангелии, тем самым клянется в верности как вере православной, так и народу своему. И поэтому мы видим даже исторически, что все тех трудных перепутьях, которые сопровождали нашу многострадальную державу, казачество оказывало величайшее содействие, оказывало величайшую помощь. Настолько открыты сердца, которые никогда не пройдут мимо, страждущие всегда помогут. Ах ты, Русь моя православная, ты раздольная и державная, над тобой плывет колокольный звон, принимая от нас грустной подлог. Расцветай земля, наша волшская, джигули мои величавые, Волговольная Волговольная самарский край, Волговольная 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 самарский край, Волговольная 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 На этом наша встреча с православным воинством подошла к концу. Надеемся, что казачество будет развиваться и крепнуть. До новых встреч и храни вас Господь! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»